Добрый день! Разрешите мне начать нашу встречу с Джеком Велчем и задать ему первый вопрос. Но сначала я хотел бы представить замечательную книгу, написанную Джеком. Утром, готовясь к интервью, я вспомнил о другой замечательной книге, написанной Альфредом Слоуном из General Motors. И меня поразила разница в подходах. Альфред больше пишет о стратегии, об инструментах анализа, о механизмах, об инструментах менеджмента. А вы сосредоточены на людях, на построении команд. Можете вспомнить, почему вы выбрали именно этот ракурс для книги? Потому что когда вы CEO, ваше дело это взаимодействие с людьми. Вы выбираете людей, вы их оцениваете, вы взаимодействуете с ними. Когда вы инженер, вашим продуктом может быть что угодно. Но когда вы CEO, ваш продукт это люди. В GE мы тратили огромное количество времени на оценку результатов деятельности сотрудников. В GE мы разработали целую систему оценки людей. Каковы их сильные стороны, каковы слабые стороны. Что делать для того, чтобы улучшить результаты конкретного сотрудника. И поймите, ваша работа будет заключаться не в том, чему вы здесь учитесь. А в том, чтобы оценивать людей, выбирать людей, строить команды. Создавать совместную стратегию и реализовывать ее. Ваша задача не в том, чтобы быть самым умным. А в том, чтобы создать команду самых умных, которая и будет достигать результата. Задача руководителя в том, чтобы выбрать правильных людей, дать им ресурсы и убраться с их дороги. Как ваша концепция сортировки? Когда Джек состоял в руководстве компании General Electric, там провели оценку, согласно которой 20% сотрудников оказались лучшими. Далее шли жизненно важные 70%. Это основательные, отличные сотрудники. Может быть, не инициаторы перемен, которые никогда не проигрывают, чего бы это ни стоило. Но основательные, энергичные и необходимые для корпораций. И с этого края 10% сотрудников с наиболее низкой производительностью труда в организации. Тогда руководство пришло к выводу, что с этими 10% нужно срочно что-то делать. И было решено разработать и внедрить определенную стратегию дифференцирования этих людей. Возникла идея дать им понять, что их рассортируют, станут платить им по-другому и так далее. Вы посчитали, что это лучший способ руководить персоналом. Я правильно сформулировал? Прекрасно. Хорошо. Когда люди впервые прочитали это, многие сказали, это бессердечный подход к людям. Нельзя дифференцировать людей и начать совершенно по-другому к ним относиться. Однако, вы считаете иначе. Я считаю, что это самый благожелательный подход, и я попытаюсь объяснить, почему. Кто-то задал мне вопрос, кто мне больше нравится. Ред Сокс, Тампа Бэй или Янкис. А вы как думаете, они вообще отличаются друг от друга? Спортивные команды чем-то отличаются друг от друга? И правда ли, что команды с лучшими игроками чаще побеждают? Дальше. Побеждать это хорошо? А теперь возьмите этот простой пример и перенесите его в бизнес. Бизнес – это тоже игра. Вы сражаетесь с другими людьми в бизнесе за кусок пирога. Вы все время пытаетесь сделать так, чтобы пирог был как можно больше, но при этом вы сражаетесь за лучшую его часть. И знаете, с вашей организацией так же. Она не сможет быть дифференцированной, если прямолинейность не будет лежать в ее основе. Поэтому у вас должна быть система оценки. И она не должна быть профанацией, как это происходит в большинстве организаций. В большинстве организаций ты встречаешься с новой группой людей и просматриваешь их оценки, и оказывается, что все – высоко квалифицированные сотрудники. Все. Все полностью соответствуют требованиям, но это не приносит никому пользы. Они не знают, чем то, что они должны делать, отличается от того, что они делают. Они ничего не знают. Они ничему не учатся на собственном опыте. Поэтому, если у вас есть прямолинейность, если вы ее применяете, и если у вас есть система оценки, это поможет построить диалог между вами и подчиненными. И этот диалог подскажет вам, какую позицию кто занимает. Знаете, я считаю, что ни один лидер, ни один лидер в любой организации не может идти на работу, если работающие на него люди не знают, какую позицию они занимают. Я убежден в этом до глубины души. Поэтому, если вы в это верите, и каждый знает, какую позицию он занимает, приходит время для оценки 20-70-10. Я готов поспорить, что большинство людей в вашей организации дадут сходную с вашей оценкой 20-70-10. Ну, плюс-минус от верхушки до низа. Иначе говоря, сотрудники организации... Знают. Кто в высшем звене, кто посередине, и кто не выполняет свои обязанности. Так же происходит и в церкви? Несомненно. Хорошо. Да. Везде одно и то же. В любой организации можно провести такую оценку. И в том, что это будет сделано, нет ничего жестокого. Весь смысл в том, как вы поступаете дальше. В большинстве организаций люди больше времени тратят на то, чтобы исправить нижнюю часть шкалы. Да, понятно. Старые Морте Мэри, нужно сделать их лучше. Но Морте Мэри не могут стать лучше. Так же и в вашей организации. Возьмите Морте Мэри и переместите их в другое место, и, возможно, они чудесно впишутся в другую компанию. Там они смогут стать счастливее. Но уберите их из своей организации и не тратьте на них время. Не пытайтесь изменить их, приставив к ним пистолет. Да, это понятно. Тем самым вы обеспечите им мягкую посадку, дадите им шанс двигаться дальше. Скажите, послушайте, в следующем году мы планируем оставить только лучших, и нам бы не хотелось, чтобы вы оказались в последнем десятке, поэтому вам придется уйти. Вы больше не сможете здесь находиться. Да они и сами это знают. Да. Они просто надеются, что вы не поднимете этот вопрос. И это не будет большим сюрпризом, если у вас есть беспристрастная прямолинейная система оценки. Да, это так. Потому что вы им об этом говорите. А теперь давайте поговорим о двадцатке лучших. Иногда вы называете их отличниками. Только в определенный момент времени. Понятно. Но расскажите нам, опишите поведение этих лучших людей или отличников, как вы их называете. Да. В компании. Какие они? В них бурлит энергия. Они вдохновляют людей и наполняют своей энергией. Они располагают к себе, у них высокие ценности. Это хорошие люди, и в них есть особый ген, который говорит «мне нравится наблюдать, как другие люди растут». «Мне нравится, когда людей вознаграждают». Да. Они приходят в восторг, давая хорошее повышение. Они испытывают радость, когда дают какой-то бонус. Им нравится, когда их людей продвигают. У них есть этот ген отсутствия злонамеренности. Они не мелочные, не скупы. У них нет ни одной из этих характеристик. Они радуются за своих людей. Да, я слышал, как в одном интервью вы сказали, что они обладают духом щедрости. И это очевидно? Да, да. Так и есть, так и есть. И это, по вашему мнению, является отличительной чертой лучших людей. К тому же они не боятся окружать себя талантливыми работниками. В этом их дух. Лучшие люди говорят «у меня есть два отличных сотрудника. Они вам понравятся. Их нужно взять к себе и дать им повышение». А что делает плохой лидер с хорошими сотрудниками? Он их прячет. Он скажет «ааа, вы пришли сюда поискать людей?» Так у нас их нет. Нет, у нас их совсем нет. А лучшие люди хотят, чтобы их сотрудники продвигались по службе, чтобы они росли. Да, и то, о чем вы говорите, очень привлекает работать у таких лидеров. Потому что они умеют видеть в людях лучшее. Есть еще одна привлекательная сторона во всем этом. У лучших людей нет зависти. Зависть – это ужасная вещь. А у них нет зависти. Они празднуют успех со своими подчиненными. И когда вы будете устанавливать для себя ценности, одна из них должна заключаться в том, чтобы быть лидерами, которые как можно больше содействуют продвижению своих людей. Хорошо. А теперь давайте поговорим о группе, которую мы назовем «хорошистами». Жизненно важные – 70%. Да. Согласно вашей философии, это очень важные люди. И важность этой большой группы людей никак нельзя преуменьшать. Давайте поговорим о том, кто такой «хорошист». Он не всегда все схватывает на лету, но он умен, хорош и очень ценен. Он может быть прилежным, но не таким одаренным, как некоторые другие. При дифференциации есть одна сложность, и у нас всегда возникали в этом проблемы при составлении шкалы 20-70-10. Если вы на 25-й позиции, то вы на верхушке этих 70. Но верхушка 70 по сравнению с нижней границей 70 – это огромная разница. Да. И обиды, которые возникают в таких случаях, всегда были проблемой. Вы рискуете потерять 26-го, 21-го, 23-го и 25-го и 26-го. Да. 21-го и 23-го, 25-го. Да. Потому что они хотят быть в этой верхней группе. Постоянно работать и говорить – это всего лишь оценка в отдельно взятый момент времени. Да. Следующая оценка будет через полгода и еще одна через полгода. Ведь твоя оценка не будет отпечатана у тебя на лбу. Ты сможешь это исправить. И вот, что тебе нужно сделать. Это то, во что я всегда верил, как лидер, и все время это практиковал. Я делал это как минимум три раза в год, иногда четыре. Я давал человеку написанную от руки записку. Вот это мне в твоей работе нравится. А вот, что ты можешь сделать, чтобы стать лучше. Поэтому мы всегда говорили на одном языке. Люди могли со мной не соглашаться. На что я говорил – хорошо, давай поговорим через три месяца и сделаем это снова. И я писал новую записку. Ты это исправил или не исправил. А вот, что вам следует сделать с оценочными листами и с официальными оценками тоже. Вам нужно использовать красную ручку. Не пишите новую оценку, пишите поверх старой, потому что человек должен увидеть – вот, что я сказал, а вот, что ты сделал. И вам не нужно будет каждый раз сочинять все заново.